Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. На этой неделе для нескольких тысяч учащихся 9-х и 11-х классов школ Карачева-Черкесии прозвенел последний звонок. Торжественные линейки прошли во всех общеобразовательных учреждениях республики. Артур Мыхце продолжит. Кажется, совсем недавно эти юноши и девушки переступили порог школы. И вот теперь им осталось сделать последний шаг, чтобы окончательно попрощаться с образовательным учреждением, в котором провели 11 лет. Впереди волнение и хлопоты, связанные с государственной итоговой аттестацией. Но сейчас, когда вот-вот должен был прозвучать последний звонок, ребята думали о другом. О том, сколько всего интересного случилось за прошедшие годы. Самое главное, хочу отметить нашего учителя ОБЖ Ахмеда Умарыча. Это отличный человек. Я ему желаю бесконечного счастья и здоровья. За 11 лет в школе, хочется сказать, что школа стала нам как вторым домом. И очень грустно прощаться, потому что я помню, когда я был в первом классе, как радостно воспринимал это время. Не думал, что все так быстро кончится. Отдельное спасибо я хотел бы сказать нашему учителю по физкультуре Сергею Викторовичу. Хороший человек. Казалось, что только недавно мы пришли в первый класс, а уже 11, и как-то не верится. За эти 11 лет эта школа стала нам домом. Мы привыкли к учителям. Большое спасибо многим учителям, которые нас, можно сказать, воспитали. И осталось только сдать экзамены и уже войти в взрослую жизнь. Буквально месяц назад мы еще в этой школе бегали и смеялись, а сегодня мы уже стоим, выпускники. На самом деле грустно. И я хочу пожелать всем выпускникам успешного издачи экзаменов, поступления в престижные вузы. В этот день торжественные линейки прошли во всех общеобразовательных учреждениях республики. Последний звонок прозвенел для почти 6 тысяч учащихся девятых классов и более полутора тысяч одиннадцатиклассников. Из стен 13-й гимназии Черкеска в ближайшее время будут выпущены еще и воспитанники шестой школы, где сейчас проводятся ремонтные работы. Руководитель городского управления образования Сусана Калмыкова поздравила ребят с достижением ими важной в жизни планки. От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка. Для всех выпускников этот день один из самых волнительных и радостных. Он знаменует окончание школьной жизни и начало нового этапа. Перед вами открывается дорога во взрослую самостоятельную жизнь, полную возможностей, смелых решений и перспектив. Все, что было дальше, молодые люди без сомнения запомнят надолго. Свой вальс на площадке перед любимой школой, песни о значимости учебной поры, стихи от ребят из начальных классов и напутственные слова от родной учительницы. Вы пришли очень маленькими в пятый класс, думали, время никогда не закончится. Но уже настало время вам уходить. Желаю вам самого лучшего, успешной сдачи экзаменов, чтобы у вас все было хорошо. Слезы, объятия, подбадривания – все эти ребята могут быть уверены, что в стенах родной школы им всегда рады. Далее прозвенел последний звонок. Как напоминание от будущего, что пора прощаться с беззаботным периодом и ступать на новую дорогу, полную трудностей, преодолений, но от этого еще более интересную. Артур Махце, Вести, Карачао-Черкесия. И уже вслед за последним звонком начался основной период государственной итоговой аттестации. 26 мая выпускники Карачао-Черкесии, выбравшие для себя сдачи географию, химию, литературу, сдавали ЕГЭ в Черкесске. Для проведения экзаменов работало 4 пункта. За час до начала юноши и девушки подходили к учреждению образования. После проверки на входе молодые люди, согласно спискам, отправлялись в заранее подготовленные кабинеты. Основной экзаменационный период завершится 20 июня, резервный по 1 июля включительно. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в рубрике «В гостях у Росгвардии» мы расскажем историю дедушки и его внуков, для которых ратная служба стала стезей по жизни, где пример героического предка стал ключевым моментом формирования военных династий. Фатима Даурова о преемственности поколения защитников Отечества семьи Дибижевых из Хасаут-Греческого. Среди наших земляков немало семей с уникальной историей и судьбой. Кто-то завоевал боевую славу в сражениях, кто-то в мирное время круглосуточно находится на страже порядка и спокойствия. Военная династия семьи Дибижевых берет начало в 20 веке. И родоначальником ее стал Григорий Стефанович Дибижев, уроженец села Хасаут-Греческое, потомок древних эллинов. Внука Григория Стефановича, одного из наших героев повести, назвали в его честь. Детская память сохранила от дедушки только самые теплые и светлые воспоминания. Дедушка в моей памяти остался героем. Он меня учил рисовать. Все время, когда приезжал домой к нам, нас навещал, всегда говорил, внучок, покажи мне, что ты нарисовал, какие рисунки. Я ему показывал, он радовался этому. Весть о войне застала Григория Дибижева-старшего в родной школе, где он преподавал детям историю. Сельский учитель был призван в армию и направлен в Орджоникидзевское военно-пехотное училище. Оттуда начался путь солдата, на котором были как все ужасы войны, так и моменты для героических подвигов. Командир стрелковой бригады 116-го стрелкового полка за проявленный героизм в сражении под Котельниково в 1942 году был представлен к награде Ордена Отечественной войны 1-й степени с присвоением звания старший лейтенант. Мужество и храбрость, стратегическое мышление командира Григория Дибижева не раз проявлялись в боях. За эти качества наш земляк был удостоен орденами Отечественной войны 2-й степени за победу над Германией и медалью Жукова. С нашего района ушло более 10 тысяч человек на различные участки фронта в Великую Отечественную войну. И, к сожалению, не вернулось домой 5044 человека. Каждый из них внес свою лепту в приближение Великого праздника, Дня Победы, в том числе и Дибижев Григорий Степанович. Фотография Григория Дибижева среди десятков его земляков, участников Великой Отечественной войны, украшает витражную стену районного музея. Это история одного человека, переплетающаяся с историями жизни миллионов людей большой страны. Пример своего дедушки, который им заменил отца, всегда был ориентиром для братьев Дибижевых – Леонида и Григория. Конечно, мальчишкам хотелось быть похожим на него. Они принимали эту воинскую преемственность, а дедовский китель, медали и ордена придавали силу и уверенность. Вот здесь фотография моего дедушки, когда он играет на инструменте лира. Он был творческий человек, играет не только на лире, но и на гитаре. Учил моего брата старшего на инструменте играть на гитаре. Он пел песни? Пел песни тоже, да. Он пел песни про капитана. Капитана, капитан, ловнитесь, это флаг корабля. И так получилось, что старший брат пошел в армию как раз на флот. По возвращению домой Григорий Стефанович продолжил работу на мирном фронте. Занимался общественной деятельностью, отдавая много времени военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению качества образования в маленьком селе Хасаут-Греческое. Более 35 лет он отдал школе, исполняя обязанности и директора, и учителя. Его внука и тезку Григория Дибижева здесь встречают как родного. Ведь сельская школа – это не только поход за знаниями. Это одна большая семья. В ней выросла и Любовь Чебатынка, которая от ученицы Григория Дибижева дошла до учителя музыки в родной школе. Он был прежде всего требовательным к самому себе. Как человек он был добр и в то же время очень строг. Мы его не боялись, нет, при всей его строгости, требовательности. Просто он в нас воспитывал ответственность и дисциплину. Таким я его помню. Его уроки истории – это не подражаемые уроки. Это уроки высокого профессионала. Нам приятно было смотреть, какой настоящий педагог. И нам хотелось тоже быть, чтобы на нас дети также смотрели с восхищением, любовью. Сильным мотивом, побудителем поступков и действий человека является идеал, которым стал Григорий Дибижев для своих потомков. Его внук Григорий Дибижев-младший, командир отделения Зеленчукского отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии России по республике, принял эстафету героя, понимая, что он всю жизнь должен быть достойным самоотверженного ратного подвига своего деда. Фатима Даурова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В амфитеатре Черкеска состоялся ежегодный детский благотворительный фестиваль «Мой особенный ребенок, приуроченный ко Дню защиты детей». Он проходил в рамках акции «Спешите делать добро». С праздника детства репортаж Дарья Тендит. Звонкий смех, веселая музыка и яркие наряды участников встречали гостей на праздничном концерте. Ребята с нетерпением ждали начала мероприятия. Переживали и долго готовились, репетируя свои номера. Юные артисты подготовили для зрителей красочные праздничные песни и танцы. Детский фестиваль собрал всех творческих ребят нашей республики. День защиты детей День защиты детей – праздник счастливого детства. Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание о том, что дети нуждаются в защите и заботе. Организатор мероприятия Руслан Байрамуков рассказал, что благотворительный фестиваль проводится в нашей республике уже второй раз. И участие принимают дети с ограниченными возможностями и сироты. Детский благотворительный фестиваль «Мой особенный ребенок» при поддержке организации «Счастливого детства, добро детям». Международный день защиты детей в нашей стране празднуется в первый день лета. Дети – самое ценное, что есть у нас. Именно поэтому важно делать их жизнь лучше, дарить им яркие, незабываемые эмоции. «Я надеюсь, что фестиваль станет традиционным и подарит детям хорошее настроение», – рассказала Анжела Домолаева. Цель этого фестиваля – собрать творческих детей со всей республики и дать им возможность раскрыть свои таланты, показать, что они умеют, несмотря на то, что у них, возможно, есть какие-то ограничения, им, возможно, тяжелее дается их творчество, их ремесло. Но мы как раз даем им поддержку. В завершении мероприятия организаторы и волонтеры вручили юным артистам сладкие подарки и сувениры. Фестиваль станет ярким воспоминанием для зрителей и участников концерта. Традиция празднования Дня защиты детей еще раз напоминает о том, что каждый ребенок заслуживает счастливое детство. Дарья Тендит, Али Вастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!